Я пришел, приходится мне говорить теперь, чтобы все поняли на русском языке, хотя и не готовился к этому. Я представлю немножко о себе и свои организации, которые я представляю. Я сам, ну, мне как будто две профессии. Я судовой конструктор, ну, и экспертационных судов, я 10 лет плавал на судах. И вторая, я являюсь сертифицированным аналитиком. Ну, сертификат у меня американский. Ну, на этой базе мы, да, организации. Наша организация, как это перевести, латвийские зеленые движения, да, общественные. И являются, под нее находятся региональные отделения и, как-то называемые, интересов, отделения, как-то называемые, департаменты, что ли. И вот это наше отделение интересов, эко-проект, экологический проект, да, занимается только разными инженерно-техническими, научными вращениями в влагу, направленными на среду, улучшения среды. В 2005 году мы получили первую информацию насчет этих затопленных химических веществ. Вот, и начали, там было инициатива одной организации, о которой не стоит говорить сейчас даже. И мы начали собрать информационные данные из возможных, ну, легальных источников, то есть публикации, где такого можно достать. В том числе, и российских, ну, может быть, и спецслужб, да, утечка была. На основе этой работы, ну, в итоге, мы уже разработали там пчелую программу, которая, фактически, оказалась в это время никому не нужная. Ну, в этой программе мы, в процессе этой, составления этой программы, мы провели две конференции, в которых участники были наши химики. Именно те химики, которые, преподаватели университетов, ну, например, Таус Миллерс, он является как раз по военным химическим веществам специалистом, академик. Ну, и этот блок специалистов дал свое направление наше, формировало наше мнение насчет этих военных веществ. Ну, появилось некоторые противоречия. Мы обратились в Министерство среды и получили, ну, ответ такой, что они ссылались на решение Хелков Чайму, комиссии Хелков Чайму, что эта комиссия приняла решение на основе своих, что эти вещества нельзя трогать, они, ну, как, хитролизировались уже, превратились не в яд. Ну, это наши немножко удивительно, но мы не химики. Мы обратились к этим вопросам, вот, упомянутым нашим химикам там, и получили ответ, что действительно, часть упомянутых, там, 14 названий, их 10, да, утопленных веществ, большинство, действительно, в течение времени действия морской воды впоследствии хитролизируются и превращается в другое вещество, которое не является опасным, кроме и приток. И, может быть, еще подозрительно, заманутых. Главный акцент у нас был вопрос насчет и прита, как самого, ну, важного в этом меню затопленного. Ну, академик Миллер даже сказал, да, да, хитролизм, ну, ты-то надо 500 лет примерно, да, время. Ну, у нас такого времени мы не достигнем, наверное, мы, которые здесь сидим, 500 лет. Ну, тогда мы как-то начали думать, какие же варианты все-таки существуют. Ну, в итоге, как будто образовалось, возникли три варианта. Тут уже было упомянуто, да, тангист сказал насчет, ну, так называемого саркофага, да, который покрывает, как шапка сверху и превращает названный залповый выброс. Ну, и этому все-таки есть некоторые минусы, кроме технологических возможных, ну, шемента и там с песками, надо все накрывать, да, как атомные станции почти. Ну, низ остается открытым, самый низ, то есть через цепочку живучища, что там живет, да, бентос, бентос, они постепенно, медленно выходят. Ну, это пресс в прошлом месяце. Это был один вариант. Ну, первый вариант, конечно, ничего не трогать, пусть все остается как есть. К этому варианту большинство начало противостоять, потому что все решения остаются, ну, как будто предлагаем на своих детей, внуков и так далее. Когда-то. Потому что, если в этот момент более-менее это капсула, который содержит и брит, будем говорить о нем. Подтверждено воздействие электрохимической коррозии интенсивностью 0,15 миллиметров в год. Так, в среднем, да. Ну, зависимо от глубины, от количества кислорода, от глубины. В этом, где глубже, тем меньше, медленно идет. Ну, и можно рассчитать, когда все так выходит наружу в это время. Прошло 70 лет. По всем расчетам уже выходит. Все. Нам известно, мы получили довольно неплохие информации насчет этих, ну, технологических емкостей. Известны все толщины. Ну, тогда и год можно рассчитать. Какие это технологические емкости? Это авиационные бомбы. Ну, те самые уязвимые, потому что тонкие весьма. Потом 150 миллиметров, 105 миллиметров атлетические страницы. И других калибров. Ну, тут более толстые сады. Ну, если это все размещено в этих утопленных судах. Не знаю, может быть, и Росцепи где-то, по-моему, в пяти местах. По нашим данным, в Балтийском море пять затопленных районов. Две из которых находятся в Близитании, где-то, по нашим данным, 28 судов. По другим ясмислях 18, да, по-моему, сказали. Ну, это не существенно. Сколько? Ну, таким образом, пришлось обдумывать. Все-таки активный вариант. Как с ними поступать, если извлечь оттуда. Ну, действительно, Хелком прав в этом случае. Потому что такое извлечение из моря исчезано с большим риском, степенью. Эти капсулы, проживающие, значит, механическая устойчивость уже очень снизена. И может в этом процессе происходить полный выброс этого разлома. Этой тары. Поэтому есть надежда, что теперь уже существует, как мы слышали, уже новые технологии, которые, ну, снижают эту опасность. Сто процентной гарантии, я думаю, никогда не будет. Всегда есть какая-то опасность. Ну, поскольку у нас были тоже научные умы нашей организации, и мы разработали одну из них. Вот. Возможных вариантов. Ну, такую схему, которая до сих пор еще патента не завелится. Мы исследовали, получили информацию, упомянутым Михаилом Терлотком, профессором Белорусской академии наук о ее достижениях до . Ну, не будут фактически этих содержаний патентов не исследовали. Ну, что он предлагает? Это бы неплохо было вылечить. Ну, есть. Он основывается фактически на лечевого предупреждения, на залповый выброс, который, по его мнению, могут покрыть расстояние 300 километров, радиус, вокруг, например. Если попадают, ну, в атмосферу при помощи, там, бурящее море, ветра, и разносить на такое расстояние. Ну, там, тогда он рисует очень темную картину, что будет смертной зоной. Вполне. О втором варианте, что с другой стороны, вот так, с другой стороны, опасен ли медленный выход, который является присадокогой, или просто так выходит через проживающие дыры медленные выбросы. Об этом, ну, что-то говорит исследование английской профессора Шарлотты Ауэрбэха. Он исследовал, что даже в небольших количествах воздействий на организм происходит изменение ДНС. Ну, в последствии чего наши потомки могут быть разными вариантами того, что с собой носят это изменение. Это опять, так сказать, мина с часовым механизмом, да, который может быть. Таким образом, этот вопрос усложняется. 24 октября всего года наша организация, при нашей организации образовалась рабочая группа по этой решению. И в основном учитывая только мы не специалисты, не по химии, не по науке. но мы решили, что следует информировать общество, букет. Ну, не только общество, но и сначала, может быть, организации, которая вводит в сердце об этом вопросе. да, не важно. Ну, это даже вот появилась одна публикация двух листа, которая здесь умножена. Я думаю, что эту публикацию мы усовершенствуем впоследствии сегодняшнего ведем и будем информировать. И получить от общества, как надеемся, получить от общества умение. Но главное решение все-таки будет принято государством, которые из Балтийского, региона Балтийского моря. теперь о том, что кто же ответственный об этом деле. Ну, мы считаем, что ответственные три государства упомянутые Америка, Англия и Советский Союз, это Россия как наследник, исключили Германию. Ну, Германия, конечно, это создало большую массу этих веществ. Но она потеряла войну. и Калашников тоже делает несколько стран и соответственно за его последствия применения этих, сколько людей было, нельзя возложить на производителя этого автомата. Ну, это самое можно перейти к этим веществам. Но в последнее время мы получили ну, три такие предупреждения из разных стран. Одно из Венесуэлл о том, что ну, не готовится и возможности этого захоронения суда могут вас быть как целью террористических действий. Ну, остальные там мину, какое-то взрывчатое вещество, это судно развалилось, и вот вам залповый выброс, который не надо ожидать природы, или тяжести этих веществ. захоронения. Залповый выброс со всеми последствиями, которые можно предвидеть. Ну, будет такой, как вы слышали ответы, Тангейс тоже об этом говорил, подтвердил, что такое возможно. Ну, можно только надеяться, что до этого недалеко. Ну, готовиться всегда надо. из этого всего сказано, можно сделать вывод, что выбор, который лучший способ ничего не делать, покрыть саркофагом или извлечь. Извлечь и ликвидировать. Всё наклоняется больше в сторону активного действия, то есть извлечение. сейчас, нашему мнению. Если тут уже, конечно, можно сказать, те, которые могут разработать технологии и так далее. Для того, чтобы извлечь нужные финансовые средства. в детстве 3-5 миллиардов, где-то в диапазоне. Не знаю, в 95-м году мы получили такой расчёт, что это, ну, тоже округлённо, было, 10 миллиардов, долларов. 10 миллиардов. В это, в этом расчёте было вложено построение завода, уничтожение, при том, не просто сжигание, а плазменным методом. Если и плит сжечь, как мы дрова сжигаем, возникает этот газ, синефир, горчичный газ, да? Горчичный газ, который тоже является отравляющим веществом газа, и воевым, при том, он получает выброс в атмосферу свято ночью. Ну, при помощи плазменного метра в высокой температуре это более надёжно, но более дорогой. Тогда опять возникает, опять обращается, а где же жрят финансовые средства? да. Ну, вот вложить на это, как упомянулось, мы балтийские государства сложимся в шапку, да? Никогда этого не будет, можно подсказать. Буджеты у нас так нагружены, что не отлич. И не должны мы являемся государством и три которые ну, как-то это по-русски ну, пострадавшие, в числе пострадавших можно. А покрывать это дело должны те, которые приняли решение, три государства. Мы обездают, да, мы обездают, да, мы обездают, да, мы можем сделать свои научные, потенциалы, для того, чтобы помочь это строительство, область, да, 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 да. Вот. Таат. Вдохь. Можем запретить. Теперь мы Можем 5 минута будет достаточно. Это позитивная часть. Мы будем продолжать. Спасибо. Продолжение следует...